Вести Карачаева, Черкесия В Черкесе состоялось первое заседание Межведомственной комиссии при правительстве Карачаева, Черкесии По вопросам частичной мобилизации председателю правительства Карачаева, Черкесии Мурату Аргунову Доложили о ходе исполнения указа главы Карачаева, Черкесии О дополнительных социальных гарантиях мобилизованным Первый замминистра труда и соцразвития Мадинашаева сообщила, что мобилизованные жители Карачаева, Черкесии Получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, предусмотренную указом главы По нескольким заявлениям уточняется корректность данных Первый замминистра Энвер Кипкеев доложил о работе системы 122 В своем выступлении он сообщил, что с момента работы службы операторы проконсультировали Более двух тысяч человек по вопросам частичной мобилизации Премьер отметил, что для получения гражданами оперативных и исчерпывающих ответов К работе горячей линии должны подключиться все профильные ведомства Карачаева, Черкесия направила очередную партию гуманитарного груза Военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской народных республик По поручению главы Рашида Темрезова регион продолжает централизованно формировать Дополнительную помощь для нужд военнослужащих, мобилизованных от Карачаева, Черкесии В частности, им передано обмундирование, теплые вещи, лекарства, средства личной гигиены Бензопилы, лопаты, ломы и другое Кроме того, фура с 12 тоннами гуманитарного груза направилась из Карачаева, Черкесии в Ростовскую область Где находится распределительный центр Единой России Оттуда помощь передадут мирным жителям новых территорий нашей страны Донецкой и Луганской народных республик Основу партии груза составили продукты питания 6 тонн муки и 6 тонн круп Делегация из Карачаева, Черкесии во главе с первым заместителем председателя правительства Хазером Чакуевым принимает участие в 24-й Всероссийской акропромышленной выставке «Золота осень» Экспозиция проходит на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области Здесь представлена сельскохозяйственная продукция от ведущих производителей страны Новейшие технологии и техника, а также сельскохозяйственные животные Санкции недружественных стран или иные вызовы не являются сегодня для агропромышленного сектора проблемой Данная выставка подтверждает реальные достижения регионов по многим отраслям, являющимся гарантом продовольственной безопасности В нашем регионе запущено новое современное и высокотехнологичное производство по переработке баранины Введенные в эксплуатацию от кормочной площадки завершилось строительство дополнительных объектов молочного комплекса Прокомментировал Хазер Чекуев Открытое акционерное общество Сады Карачаева Черкесии получили золотую медаль Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022» За грушу сорта «Ксения» в номинации «Плодовощная продукция, ягоды и зелень» Награду Министерства сельского хозяйства Российской Федерации вручили руководителю проекта Сады Карачаева Черкесии Айдыну Ширинову Напомним, выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России В этом году выставка проходит в 24 раз и с каждым годом интерес к ней неизменно растет Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России Представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере агропромышленного комплекса С начала текущего года филиал «Пауэросети» Севернокавказ «Карачаево-Черкеска-Энерго» с заявлениями о заключении соглашений о реконструктизации долгов обратились 413 потребителей категории населения Общая сумма их задолженности составила порядка 6 миллионов рублей Руководство филиала рассмотрело заявление и пошло навстречу всем обратившимся абонентам так как они по объективным причинам не могли оплачивать использованный энергоресурс в течение нескольких месяцев и не имели возможности сразу погасить всю сумму долга Согласно условиям соглашения, абонент при его заключении погашает 30% от первоначальной задолженности а остальную сумму выплачивает поэтапно в течение трех месяцев по утвержденному графику реструктуризации Полицейскими Черкеска по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве 4 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что около железнодорожных путей по улице Доватора в Черкесске лежит мужчина в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением Впоследствии он скончался оперативниками отдела МВД России по Черкесску совместно с управлением уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый Им оказался 41-летний житель села Личевского С места происшествия изъято предполагаемое орудие преступления и боеприпасы По данным следствия, 4 октября между двумя ранее знакомыми мужчинами На почве личной неприязни друг к другу произошел конфликт В ходе словесной ссоры житель Прикубанского района достал имевшееся у него в машине охотничье ружье и выстрелил потерпевшего У доверчивого жителя Черкеска мошенники списали 78 тысяч рублей В полицию обратился 56-летний житель республиканского центра Мужчина заявил, что днем ранее ему позвонил неизвестный Представился сотрудникам банка и сообщил, что необходимо продление срока действия договоров обслуживания банковских карт Потерпевшего убедили в том, что необходимо по каждому договору назвать код из четырех цифр СМС-сообщения В результате с его карты были списаны денежные следства в сумме 78 тысяч рублей В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей Преподаватели будут оценивать по их достижениям Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю Подробности комментирует министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко Республика принимает участие в данном проекте Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей В этом году у нас будет четыре победителя В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия И после будут уже объявлены результаты Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности Растения Домба будут применяться в изготовлении лекарственных средств и биологически активных добавок студентами профильных вузов Группа из 16 студентов Пятигорского медико-фармацевтического института В целях ознакомления с флорой и фауной посетили курортный поселок Домбай Под руководством научных наставников студенты изучили местную флору с профессиональной точки зрения И узнали о возможностях использования растений при изготовлении лекарственных средств и биологически активных добавок Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы Соблюдать ветеринарные и санитарные правила Об этом рассказывает государственный инспектор управления Залина Гайтова В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы Соблюдать ветеринарные и санитарные правила Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода Помещение для птицы необходимо регулярно очищать Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом пизотической ситуации населенного пункта и района По требованию ветеринарных специалистов владельцы обязаны сообщать количество птиц каждого вида, которое имеется на подворье Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе Меркурия, которые будут гарантировать их безопасность Жители Карачаева Черкесии смогут принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2022» с 3 по 8 ноября Акция проводится в канун Дня народного единства в онлайн и оффлайн форматах В прошлом году к акции присоединились более 2,5 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция На тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский Для оффлайн участия в диктанте необходимо прийти на площадку акции, предоставленную регионам Ответить на вопросы в онлайн формате можно на официальном сайте www.mirethno.ru Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября Более подробную информацию о международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» Можно узнать на сайте www.mirethno.ru или в официальной группе ВКонтакте www.vk.com.mirethno Сегодня в Карачаево-Черкесии на базе Дворца спорта «Юбилейный» впервые стартуют всероссийские соревнования по карате Турнир такого масштаба в части данного вида спорта проходит в регионе впервые Он посвящен памяти чемпиона мира по карате до среди юниоров Аслана Кокаева Мероприятие имеет статус мастерского, то есть победитель сможет получить титул мастера спорта В состязание соберут более 400 участников из 12 регионов страны В том числе Кабардино-Балкарии, Ростовской и Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского и Краснодарского краев Организаторы – Карачаево-Черкесская региональная общественная организация «Спортивная федерация карате» Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков Ветер восточный 6-11 метров в секунду Днем в северных районах порывы до 20 метров в секунду Температура воздуха – 17-22 градуса тепла В горах местами – плюс 12, плюс 17 В Черкесске без осадков Ветер восточный 6-11 метров в секунду Днем порывы 15-20 метров в секунду А столбик термометра поднимется до отметки плюс 20 градусов Это были все главные новости Карачаева-Черкесии к этому часу С ними вас знакомила Руфина Ковалева Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации Достойный уровень жизни и высокий социальный статус Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции Они наделяются статусом ветеранов боевых действий И получают дополнительные социальные гарантии Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции В составе именной роты Карачаева-Черкесии Получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг Служба по контракту – твой выбор Обращаться в военкоматы по месту жительства Телефон для справок 8-878-2-26-36-32 Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия До новых встреч!